Привет! Думаю, почти каждый из моих зрителей играл в Half-Life, а также выполнял оттуда достижения. Так что этот ролик должен был рано или поздно появиться на канале. Во второй части франшизы есть одна любопытная ачивка, лямбда-искатель, ну или следопыт, как вам удобно. Она заключается в том, чтобы найти все тайники лямбда в игре. Я не отрисаю, что такие видео уже есть на просторах ютуба, но возможно именно мое видео кому-то понравится и может быть даже поможет. Приятного просмотра! Всего в игре 45 тайников. Начнем по порядку. Первый тайник расположен во второй главе. Он найдется в любом случае, ведь это лаборатория Клейнера. Создан он для того, чтобы показать игроку это достижение и пояснить, что такие тайники маркируются значком лямбды. Итак, каналы. Здесь уже тайников побольше. Второй в игре секрет находится слева в доме с разрушенной крышей после того, как мы проехались на поезде. Третий тайник находится в вентиляционной шахте со знакомым значком. Вы также его не сможете пропустить, ведь это единственный путь попасть дальше. Четвертая лямбда находится слева в тоннеле с барнаклами из-за красной машины после прохождения разрушенной станции 12. Пятый тайник располагается в канализации под решетчатым полом. Просто спуститесь по лестнице справа и заберите припасы. Шестая лямбда находится возле труб. Вы увидите отчетливый знак на стене. Разломайте доски, спуститесь под трубу и пройдите дальше. Там и будет лежать тайник. Седьмой тайник находится наверху металлических балок после встречи с гаошниками. Он помечен двумя лямбдами. Вторая находится дальше стены. Аккуратно пройдите по железным помостам и заберите второй тайник. Только не упадите, ведь подняться назад будет нельзя. Восьмой тайник будет рядом с седьмым. Вы увидите две трубы, ведущие в стену. На стене будет нарисована лямбда. Пройдите по трубам и вы попадете к нему. Водная преграда. Первый тайник в этой главе и девятый тайник в игре находятся в тоннеле еще до Большого озера. Вы увидите свет. Остановитесь, поднимитесь по лестнице. Там вас ждет сюрприз. Десятый тайник располагается в красном анбаре. Поднимитесь в него, отбейтесь от зомби. Вы увидите лестницу на крышу. Аккуратно пройдитесь по доскам и вы попадете на пристройку наверху. Там будет висеть квадратный бокс с припасами. Вытащите бочку из механизма и ящики упадут в воду. Прыгните и заберите их. Одиннадцатый тайник находится в тоннеле справа, в месте высадки сил Альянса. Поставьте туда бочку и заберитесь в трубу. Внутри она заполнена водой. Пройдите до конца и заберите припасы. Только остерегайтесь зомби, которые их охраняют. Двенадцатый тайник находится в месте, где вас обстреливает БТР. Под ним еще один тоннель, в конце которого вещички. Когда вы соберетесь выйти из него, на вас нападут метрокопы. Тринадцатая лямбда расположена по пути следования. Там будет висеть железная корзина с припасами. Можно из корзины напротив вытащить кирпичи, и тогда она опустится. А можно просто на катере удавиться в стену ниже, и тогда аптечка и патроны заберутся сами. Четырнадцатый секрет находится под железнодорожным мостом, на месте которого вы будете проплывать. Пятнадцатый тайник тяжело не заметить. Когда вы будете плыть в радиоактивном воде, сбоку туннеля на стене будет нарисована лямбда. Там находятся платформы с припасами. Если разбить опору, на которую держится тайник, она упадет, и вы сможете взять все, что там лежит. Шестнадцатый тайник находится по пути. В одном из каналов сверните у красного здания налево, поднимитесь, и вы увидите в конце тупика припасы. Семнадцатая лямбда находится на открытой локации с мостами. Припасы будут находиться сбоку, слева во втором туннеле. Восемнадцатый тайник находится на развилке. Нам нужно в правый путь. В конце пути слева находится небольшая хижина. Поднимитесь в нее, и вы увидите ящики с припасами. Девятнадцатый тайник – это нахождение восточной черной мезы, так что получить его не составит труда. Рейвенхолм Двадцатый тайник будет находиться в доме, где мы впервые встретим отца Григория. Внутри на одном из столбов будет небрежно нарисованная лямбда. Она ведет в вентиляционную шахту, а та, в свою очередь, на возвышенность возле дома, где лежат полезные вещи, которые в этом городке будут как никогда кстати. Двадцатый тайник находится за деревянным забором с нарисованной лямбдой, возле ловушек машины отца Григория. Туда можно попасть, прыгнув с машины, а выйти по наклоненной балке. Двадцатый секрет располагается на крыше одного из домов на площади с взрывоопасными бочками. Двадцатый тайник будет находиться на выходе из шахты, наверху, за трубами. Далее идет шоссе 17. Двадцатьчетвертый тайник находится в небольшом доме на первом въезде в тоннель. Двадцать пятый тайник находится в доме на холме. Поднимитесь наверх по сломанному полу и заберите припасы. Двадцать шестой тайник будет находиться в фургоне, после того, как вы перепрыгнете через развалившиеся мосты и уничтожите штурмовик Альянса. Двадцать седьмой тайник находится возле автозаправки, через которую вы будете проезжать. Забравшись за сломанный забор, вы увидите мертвого беженца, а рядом будут лежать припасы. Двадцать восьмой тайник находится возле базы Альянса у моста. Заверните за камнем, вы увидите забор. Там находятся два хэтграба и припасы. Двадцать девятый тайник уже находится во главе песчаной ловушки. Он будет лежать в доме, куда нужно подключить три аккумулятора. Над ванной комнатой будет укромный уголок с нарисованной лямтой. Тридцатый секрет будет располагаться на пляже, на который нам нельзя наступать. Там будет находиться белый домик. Попадите на возвышенность и заберите припасы. Новопроспект. Тридцать первый тайник находится в коридоре с турелями. Там будет закрытая дверь, но если сломать доски, то можно добраться до всего ценного. Тридцать второй тайник находится в одной из камер на втором этаже, после того, как мы прошли один из постов. Тридцать третий лямбда расположена в прачечной. Сверните направо в узкий проход. Вы попадете в помещение для разгрузки белья. В одной из комнат будут припасы. Только осторожно. Во второй комнате ядовитый зомби. Тридцать четвертый тайник уже во главе запутанность. Находится над автоматом для раздачи воды, после того, как Аликс откроет нам ворота. Десятая глава. Нарушитель номер один. Тридцать пятый тайник находится сразу после выхода из лаборатории Кляйнера, за синим контейнером. Заберитесь по небольшим мусоркам наверх, и вы обнаружите ящик. Тридцать шестой тайник будет находиться в красной будке за листом металла. Тридцать седьмой тайник лямбда расположен за решеткой, если вы решите подняться наверх после деактивации турелей в этой комнате. Тридцать восьмой секрет находится в подземном тоннеле перед блокпостом Альянса. Заверните направо, и вы увидите свет. Идите дальше. За забором находятся припасы. Тридцать девятый тайник находится на втором этаже разрушенного здания, где мы должны опустить методический помост. Сороковой тайник будет в здании за решеткой. Сорок первый тайник находится на лестничной клетке, как только мы спустимся обратно на подземлю. В самом низу будет нарисована лямбда, а рядом находится неприкосновенный запас. Сорок второй тайник припрятан в этом месте. Пройдите направо, и вы увидите в стене отверстие. Там будут припасы. Притяните их гравипушкой. Сорок третий тайник недалеко от этого места. Просто пройдите чуть дальше. Сорок четвертый тайник находится в большом складском помещении в конце главы. За красной будкой. Заберитесь туда и заберите припасы. Только не упадите. Сорок пятый и последний тайник лямбды в игре будет в главе за Фрименом, возле руина одного из зданий, где вы сразитесь со страйдером. Пройдите в неразрушенный проход и возьмите все полезное. Ну вот и все, ребят. Это были все тайники лямбда в Half-Life 2. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Желаю вам приятного дня. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok